Сегодня поговорим о том, почему необходимо научиться отжиматься. Как я уже говорил, это является очень большим базовым упражнением и большим толчком к тому, чтобы выросли. Отжимания присутствуют в любой дисциплине, будь то единоборство, борьба. Это самое первое упражнение из физической подготовки. Отжиматься необходимо научиться по одной и той причине, что это та база, которая заложится и в дальнейшем даст вам возможность проявлять себя. Отжиматься надо научиться хорошо и когда вы это прочувствуете, у вас будет результат. Результат будет в любой направленности. Вы будете хорошо сжать, вы сможете комбинировать свои тренировки, будто это зал, сначала сжимовые какие-то штанги, стоя, лёжа, добивание отжиманиями. Отжимания это та база. Я не знаю, отжимания это самые простецкие упражнения, которые можно выполнять без снаряда, в любом состоянии, в любом месте, где вы находитесь. Было бы только желание. Захотел, лёг на стадионе отжиматься, где-то ещё на пляже. Отжиматься вы можете научиться дома, когда никого нету, если вы стесняетесь. Тренируйтесь дома, никто вас не видит, результат очень быстро придёт. Вы научитесь за полгода отжиматься очень хорошо. Главное, чувствуйте технику, чувствуйте себя. Не гонитесь за какими-то результатами, суперповторениями. Чувствуйте себя, смотрите за собой, смотрите за техникой в зеркало. Выполняйте качественные упражнения и результат будет налицо. Если вы научитесь правильно отжиматься, вы прокачаете всю верхнюю часть тела своего, не знаю, будет очень классно выглядеть. Плюс к этому, если вы правильно отжимаетесь, очень большая работа идёт на статику пресса. Это тоже немаловажно. Сильный пресс, он везде, в любой дисциплине необходим. Также в дальнейшем вы сможете выполнять ту же планку на пресс. Там только поменяется точка опоры, будете на локтях стоять. Людей, которые хорошо отжимаются, очень мало. И как я уже говорил, правильно отжиматься и отжиматься на количество – это не одно и то же. Когда человек пытается сделать на количество, он упускает вот эти некоторые фазы опускания, задержки. Где-то они мышцами работают, когда надо напрячь руки подождать, а пытается, как я уже говорил, становиться в суставы. Это уже другая стихия. Это тот механизм, который вы изучите, в дальнейшем будет сопутствовать на всём вашем жизненном пути. Пойдёте ли вы служить в армию, учиться в кадетское куда-то и так далее. Будете инструктором, каким-нибудь спортивным тренером. То есть вот эта база, которую вы наработаете здесь и сейчас, останется с вами, никуда не денется чувство своего тела, чувство того упражнения, которое вы делаете. А в дальнейшем, если вы будете хорошо отжиматься, будете чувствовать технику, без проблем вы освоите жимовую технику штанги, гантели. Это всё придёт потом. Отжимания – это такое прекрасное упражнение, которым можно тренироваться, которым можно разминаться, которым, я не знаю, можно жёсткую статику выполнять, работать на силу в отжиманиях, если вы уже там выросли в результатах, накидывать какой-то вес. Отжимайтесь, учитесь отжиматься правильно, учитесь отжиматься на качество. Не смотрите на количество повторений. Если вы сделаете своих 3-5, а в дальнейшем 15, все эти повторения потом придут, я вам обещаю, это 100%. Если вы пропустите само становление вот этого отжимания, постановки рук, постановку корпуса, то, что надо напрягать пресс, то, что напрягаются ноги, если вы это пропустите, в дальнейшем не придёт сознание этого. Когда вы только начинаете тренироваться или тренируетесь дома, делайте базовые упражнения. Сюда входят те же отжимания, те же подтягивания, отжимания на брусьях. Результат будет, и вы увидите этот результат. Вопрос в том, как часто вы это делаете и насколько вы нацелены на результат. Когда вы тренируетесь, делаете тренировку один раз в неделю, там, отжался, не отжался, там, ещё что-то, то, конечно, не будет результата. Если вы целенаправленно расписали себе тренировки, следите за техникой выполнения, просто даже за постановкой корпуса, которая на начальном этапе тоже даёт силу некоторым. Те, кто не могут отжиматься один раз, просто стойте, держите статику в этом отжимании, держите живот свой, напрягайте всё тело, и у вас, блин, на утро будет всё болеть. И такой же будет результат, и мускулатура будет крепнуть, и в дальнейшем вы будете набирать и набирать обороты. Вопрос в том, что все пытаются пропустить эту фазу, пропустить эту базу, и в итоге приходят в тренажёрный зал и начинают там жать штангу, одна рука вперёд, другой жмёт, или веса не растут. Отжимания, они перейдут в другую плоскость, вы отжимались дома, потом вы можете хорошо жать, хорошо толкать штангу стоя, то есть всё идёт от этой базы, которую вы необходимо нарабатывать. Наверное, всё, что хотел сказать. Подписывайтесь, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»